Офигительные уроки, и даже уроки, может быть, не для роста в этом мире, а для чего-то большего. Как не с вами поделюсь, если вам было бы интересно. Но, это, знаете, помните, был фильм «Москва-Кассиопия»? Вот о чем мы с вами побухтим. Так вот, «Москва-Кассиопия» классный, наверное, это же был советский или уже постсоветский фильм, про путешествия школьников на планету Кассиопия. И там, в силу того, что они должны были долго лететь друг с другом, была такая придумана комната, где по воспоминаниям каждому школьнику создавали мир или комфортную для него ситуацию. То есть комнату из детства, природу, какой-то ландшафт привычный на земле. И вот, если вы помните, один из героев пошел по этому полю, созданному на ракете, и уткнулся в границу. Вот для меня до сих пор это самый яркий момент в этом фильме. И вот так происходит с любым ищущим, думающим человеком или человеком, который идет по карьерной лестнице. Ты в определенный момент натыкаешься на границу, абсолютно незыблемую, если у тебя нету блата связей, причастности к семье или к клану. И ты просто понимаешь, что ты в некой выдуманной комнате с совершенно четкими незыблемыми границами. Это факт. И я вам желаю, кстати, эти границы нащупать. Потому что именно тот факт, что ты лбом иногда ударяешься в эту границу, говорит о том, что ты шел, ты в движении, ты молоток. Потому что если вы живете и не чувствуете границу, я вперед встречаю таких людей, которые на полный серьез полагают, что все дороги открыты, ом, я там бесконечно в развитии и работе над собой. Я понимаю, что если этот товарищ не натыкался на вот эти границы, как в комнатке в фильме «Москва-кассиопея», то это нифига не был рост. Это была какая-то иллюзия, это было движение по кругу в маленькой комнате с четырьмя стенами. Такие вот утренние у меня с вами разговоры. Вы кто? Сама-то ты кто? Вообще, когда мне в личку приходят вопросы, а ты певица или а ты юрист, я вот все время думаю, что если вы видите, что человек какой-то публичный, да, и вам интересно узнать, кто это. Ничего вам не мешает потратить минуту времени почитать на Википедии или да просто полистать Инстаграм, из которого все ясно. У меня то про юриспруденцию, то про музыку, то лайфстайл, все, нет других вариантов. Понятно, что я не балерина, хотя бы по размеру моей попы. Вот, поэтому, ну, не будьте дебилами, пожалуйста, и хамами. Если вы пришли к кому-то в гости, ну, узнайте имя, узнайте, чем человек занимается. Я же не пишу вам, Вась, кто в ожидании ответа, что вы в течение рабочего дня сейчас быстренько мне свою биографию выложите. Так что Самат, Игнат и все прочие, значит, товарищи, которые мне пишут, ты кто, или ты певица, потратьте минуту своего времени и выясните. Не ждите, что публичный человек вам будет вываливать биографию на ваши дебильные вопросы. Вот, кстати, у меня есть подписчик один, а то и несколько, который периодически мне присылает цветочки. Я с ним никогда не встречалась, но хочу сказать, что последний букет, который я уволокла из офиса домой, розово-сиренево какой-то, нереальный, нереальный. Просто я его рассредоточила по всей квартире. Огромное спасибо. Это все фигня, что мы не ценим цветов, что, боже, постоят недельку и завянут. Офигенный букет с сиренью. Прямо такое настроение мне создало невозможное спасибо. Все, я сегодня, значит, по делам. В два с копейками в Мосгорсуде апелляция по Кадиллаку расскажу вам после. И скоро расскажу вам историю одной пензенской судьи, которая, на мой взгляд, аху! Вот, ну просто беспределит, потому что там в Пензе, значит, товарищ, которого она защищает отчаянно, пользуясь служебным положением, что-то значит. Мне, например, плевать, в каком городе и кто что-то значит, если это не его какие-то достижения в помощь людям или в искусстве. Реально мне плевать. Поэтому, ну вот сейчас я чувствую, я попаду в зарубу судьей, которая задолбала меня дергать. Просто задолбала. Потому что сидит там, ей рядом в уши шепчет, давай, давай, придумай еще какую-нибудь пакость. Ну ладно, мы не сдаемся, вы меня знаете. Мы бойцы видимого фронта на стороне света. Ну и себя в обид не дадим. Я целую. Авария впереди. Говорит мне о том, что пора закругляться, раз трафик начинается. Я вам желаю сегодня провести день. Ненавижу это слово, но таки использую. Продуктивно. Желаю вам закончить этот день на улыбке. Ну и в течение дня не забудьте пообедать. Живот такая штука, понимаете, нельзя портить. Целую вас. Пока. Пока.